Вот остановился, хотя вот так сделаю. Уже неделю, а сколько оно еще дойдет, он уже с кошачьей правой ноги. Они еще борются за почетное звание Дома Высокой Культуры Быта. Приветствую, меня зовут Роман. Я художник, вот пообщался, я был на бесплатной консультации Рубаяна. Так, где-то там дальше я был вход. Так, в общем, ну, безусловно, информативная консультация. Рубаяна, это юристы, адвокат, который там через иммигрант-видео Андрея, в том числе, записывает на бесплатной консультации. В том числе и на него, поскольку меня интересовало визу ООО. Ну, визу ООО, так же, как и Тарелкина, он сказал, что пока что рано. Ну, собственно, я и сам знал. Ну, я думаю, вдруг иногда как, но все же ты знаешь. Ну, другие вещи я узнал. В частности, я узнал, что я не могу работать на работодателе на территории Соединенных Штатов, но я могу получить Tax ID, что легализует мою деятельность как специалистов. Ну, условно, я могу продать картину, я могу написать портрет, я могу даже выполнить заказ по дизайну интерьера, если у меня будет такая вещь. Даже без отчета визы, это не как ни связано с моим миграционным статусом. В миграционном мы остановились на том, что я могу и студенческую себе сделать, могу и могу сделать, что от галереи я могу получить. Я могу сделать рабочую визу от галереи и могу там, типа, легально работать. У меня будет Social Security. В принципе, он сказал, что Tax ID – это и есть Social Security. Это, конечно, вещи разные, но в Social Security что-то больше подразумевает. Но для моих деятельностей это одно и то же. Но я тогда могу работать только в галерее. Ну, надо ли мне это или нет, я еще не понял, потому что... Так, где-то тут мне GPS показывал, есть русский магазин. Я хочу взять российскую газету, потому что мне на выставке куча художников успела сказать, что... Так, это 18-го, да, 18-е, пересечение с 86-й. Вот он тут должен быть. Сплошные иероглики, очень круто. Значит, там могут быть дешевые предложения на комнаты. Я не хочу жить с русскоговорящими людьми, потому что не буду учить язык. Ну, что-то я решил, короче, хотя бы взлюнуть на эту газету, потому что сказали, что в ней даже больше, чем в интернете, и объявление предложений. Блин, ну, а что за фигня? Кар-сервис, блин. Блин, я одет вообще по-зимнему. Тут же народ в шортах. Блин, на солнце просто таял, блин. Вот, не нашел я русский магазин. Вот такая церковь, импровизированная рядом с ним. Но, кстати, меня отталкивает она. Кстати, по архитектуре нельзя выделиться до полных леоносов. Продуктовая база. Продуктовая база. Продуктовая база. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Несмог на бюджак свой купил за 1$. Тут, наверное, килограмма 3, если не больше. Винограду. Такого типа тоже. Чуть-чуть перезрел у него, посмотрел на момент. Едем на Грайтон за газеты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 УДАДИСМЕНТЫ Субтитры делал DimaTorzok 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 Но при этом делать это в какой-то issue Eller DimaTorzok Это такая общая посылов пар girlfriends Сама философия Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Нужно, блин, выходить на это, брать эти бюрократические барьеры, вступать в эти союзы. Этого мне не хочется, это мне напоминает все эти институты, колледжи, где, не знаю, где я старался, а мне ставили тройки. Я, да, в этом, в дизайне, это, блин, это все фигня, конечно, для взрослого человека, но на самом деле все эти ощущения, они так и сохраняются. Я старался, мне ставили тройки. В дизайне я постарался, мне сразу стали платить деньги. В чем была разница, непонятная. Почему то, что нравится людям, в профессиональных кругах считается пошлостью, в каком-то смысле, а делает его в интерьере, может быть, кто-то скажет пошлость, хотя все хорошо, мне кажется, делать. И людям нравилось. В жилписи все еще хуже. Я и то, что людям-то нравится, уже не делал. Я пытаюсь делать то, что мне нравится, но мне это не нравится. И в профессиональном сообществе, я так понимаю, это не нравится. То есть, никому это не нравится, просто я делаю так много, что чуть-чуть из того, что я делаю, просачивается, и у меня получается это где-то продать, где-то выставить. И из-за того, что я просто этим занимаюсь, вот я сейчас здесь и смог побывать на Арт-Экспорт. Самое главное, что я не чувствую тяжести от всех этих мыслей только, когда я либо дико устал, обычно в своих случаях. Я чувствую сложный отдых, я смотрю сериал, туплю, и мне хорошо. И второй случай, когда я вот с интерьерами работаю, тоже я не чувствую тех мыслей. На всех остальных случаях у меня это просто огония. Огония от того, что я все делаю не так, что я виноват, ну не знаю перед кем и за что. Что я зря трачу свое время, если я не знаю что-нибудь впереди, что можно было как-то сделать по-другому. Что так долго поезды-то нет, а? Вроде понедельник сегодня. Интересный русский магазин есть, а район преимущество китайский-мексиканский. КОНЕЦКИ Буду разбираться с получением этого отзаяния. И заодно, через это пойму, могу ли я рисовать портреты даже бесплатно людей, например, на 5-е авеню. Ну, на этих игроких улицах. Не просто в Сохо, еще там. Хотя я не знаю, но вот портреты. Они мне нравятся, когда они быстрые. Мне нравится мне это констентрирование. Я не хочу отводить до совершенства профессиональную модель, которая может позировать 6 часов. Мне нравится вот то, что я делаю. Это может иметь востребованность, но это не может иметь продолжение. Это не что-то какого-то совершенства. А те другие сюжеты, ну, видимо, этот экспрессивный синий пёс прогорел. Ну, что там, ну, подходил кто-то, кто-то даже фотографировал. Ну, хотя это одна стенка не очень-то заметная на огромной выставке, о чем я говорю. Но я не знаю, как его еще демонстрируют. В России он точно, наверное, никому не нужен. Тут я не знаю, что кому показывать. Я уже устал, я уже устал. Я не понимаю, что мне делать сейчас, что потом. Я просто боюсь. Я могу это все вообще прекратить. И я хотел бы уже прекратить, но я не... Я просто с ума сойду тогда. Я не смогу вот каждый день просыпаться и делать эту работу, что с интерьером работать, да. Кто-то бы завидовал, может быть. Блин, если бы мне дали такую таблетку, которую съешь, и тебе пофиг. Ты продолжаешь работать, и тебе радостно как-то. То... Я ее съел. Но ее не изобрели. Тут вот тарафлю такой, который, чтобы купить, нужно иди показывать, что здесь 18. Там снотворное. Вот я пока лечился, вчера последний пакет такой был. Ой, как хорошо засыпаешь. И даже я сказал бы, что сон хороший потом. Что вообще удивительно для меня. А так ни алкоголя, ни наркотиков, ни ничего нельзя употреблять. Все на трезвую голову, блин. Почти всю жизнь в абсолютном сознании происходящего. О, ты что уже тийём. О, ты что уже разводишь? О, ты Daddy. О, ты что уже… О, ты что уже так думаешь? О, ты что в твоём cubeе? О, ты что уже тишь? О, ты что конечно думаешь. О, я тихо. На третьем пакетре. О, я тебе верить, лучше как вообще не дольше? И grades cath Ε蛇 крыма. Вот следующая станция Brighton Beach, хотя я думаю, что это все уже давно Brighton Beach. Да, может быть, относительно далеко от Манхэтта, но... Сотого моря... Продолжение следует... 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 загорает один я в шапке в шерфе сижу сейчас лето так жарко жарко такое лето лето и такой отдых человек всегда запоминает только хорошее со всех поездок на море конечно все воспоминания положительные хотя я уверен что когда я был непосредственно самих этих поездках мне не так уж что им нравилось и то же самое сейчас я буду вспоминать этот момент потом очень круто не буду носки снимать не пойду в этот песок не буду ноги мочить просто всижу где-то горит места продать места и деньги нужны какие как я жалеешь я с ними связался зачем мне тогда заикнулся что зачем я пришел к ней жить вы были бы намного меньшими вещами связаны все-все-все-все-все-все-все-все сейчас я посижу и начну все делать дальше и дальше все будет хорошо получаться да получается я как в корму на берегу моря и еще немножко на то что нам мочи пришел в specific намного дешевле чем в москве Продолжение следует... 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 Продолжение следует...